Сейчас ждем процедурки кое-какие. Сделаем, позанимаемся чуть-чуть и бежим. У нас уже тренировка скоро. В санаторий заходим. Такая красота. Уже все поливается, все выходит. Всем доброе утро, а мы бежим с Ярославом на примерку стелек и на процедуры. Что там у тебя? Сейчас ждем процедурки кое-какие. Сделаем, позанимаемся чуть-чуть и бежим. У нас уже тренировка скоро. Ждем. Термальные ванночки. Минеральную назначили. Немножко походим на процедуры. Да, Закотянок? Боишься? Ну ладно, ванне поплавать. На меня смотри. Лера, на меня смотри. Лера, на меня смотри. Лера, на меня смотри. Лера, на меня смотри. Так мы уезжаем. У нас еще занятия. Здесь такие сделают двери автоматные. Интересно, так классно, в принципе. Сядь ровно ярко. Вот в санатории Министерства обороны здесь можно пройти всякие процедуры. Здесь есть грязелечение. Но мы сейчас не делаем грязелечение, потому что нам нежелательно такие согревающие какие-то всякие процедуры. Хотя, в принципе, назначают, но я узнала, что лучше не делать, потому что Диспорт при температуре 38 градусов может начинать разлагаться, распадаться. Поэтому вроде как бы эти процедуры не назначают. Делают термальные ванны, физкультура. Здесь есть всякие электропроцедуры. Очень интересно, в принципе. Много чего можно здесь пройти. Пройти можно также и частно. Вот, в принципе, как мы проходим. Ты просто идешь, договариваешься и тихо, спокойно тебе дают твое время, какое ты хочешь. Ох, какая красота. А запах какой обалденный. Что такое? Да, Яруль. Какие-то... Я даже не знаю, что это за цветы. Кто знает, что это за цветы? Вот это столовая, все равно от Министерства обороны. Также есть еще вторая столовая, но она... Так, что это? Нет, это каталька. Это, наверное, нет, это дерево. А, вот. Ага. А, нет, это другое форзиция. Вкусно пахнет? Угу. Европейское. Угу. Да, на самом деле, очень такой красивый. Это можжевельник. Вот эти кустики, они по всему и такой запах источают. Лучебный корпус, он двухэтажный, просто ей не получается там много народу и как бы снимать чужих. Такие розовые красивые тюльпаны. Мы в основном в санатории проходим, только бываем у ортопедов. И также какие-то ванны делаем. Физиопроцедуры мы не делаем. Но проходим медикаментозное лечение у доктора. Да. Вот так вот. Вкусно. Ну, наверное, уже тоже традиционно, только ты не... Ну, не начинаю тарахтеть, когда я говорю. Традиционно наша рубрика уже... Давайте поговорим. Ну, поговорим. Просто не хочу сниматься дома, как бы мне нравится. Вот на свежем воздухе. Мы сейчас утром. Мы пришли сегодня очень рано. Пришли сюда на процедуры, потом сделали слепок. Вот. Значит, первый раз мы попали в этот санаторий Клинка. Мы попали, когда была еще Украина, два года. И тогда у нас были неплохие очень результаты. Нам тогда здесь неврологи и ортопеды очень много помогли на самом деле. Объяснили суть нашей проблемы, из-за чего все это произошло и что, как. Ну, тогда у нас на этих термальных ваннах... Яр, ну, не делай. На этих термальных ваннах у нас тогда включились... Мы тогда тоже принимали термальные ванны. У нас было ЛФК. Физиопроцедуры у нас на тот момент уже были отменены, потому что у нас уже была эпиактивность вышла в голове небольшая. И всякие физиопроцедуры нам были запрещены. Но тогда у нас очень хорошо включились ножки. Мы проходили соляную комнату здесь была еще. Вот. Сейчас мы, за счет того, что у нас уже теперь есть сопутствующие заболевания в виде эпилепсии... Короче говоря, физиопроцедуры нам все запрещены. Ну, как бы нежелательно. Мы занимаемся медикаментозным лечением. Нам назначает здесь доктор вот этот... До этого мы отдельно здесь еще проходили у невролога. Но в этот раз мы не стали брать. Мы были первый раз летом. Мы сделали, подкалывали по всем определенным группам мышц. Опять же, мы кололи только здесь у врача. Он сам смотрел, что нам надо. И на фоне этого мы занимались полтора месяца. У нас были очень хорошие скачки в физическом развитии. И поэтому мы приехали вот сейчас второй раз. А, Яр, да. В этот раз мы приехали 8 февраля. Уже сидим здесь практически третий месяц. Через два месяца мы решили, что мы подколем еще. Вот было решение, значит, в невролога нашего ортопеда и инструктора. То есть инструктор порекомендовал. Ортопед не был против. Он сказал, что, в принципе, это даже неплохо. До корректировки лечения. И ему на будущее. То есть он сейчас занимается еще активно две недели. А потом мы уезжаем и дома продолжаем расхаживаться. И чтобы препарат работал. Потому что диспорт начинает работать где-то через неделю-полторы считается. И то есть как бы самое идет его раскрытие. Как раз мы когда уже пойдем. Но опять же, его начинать надо заниматься сразу. В этот же день практически. Мы вот, например, мы в 9 утра колем или в 8. В 9 у нас уже тренировка. Сейчас мы хотим делать стельки ортопедические. Потому что он больше стоит на ногах. Он говорит, так же нам тейпирование рекомендует. Но пока, так как мы занимаемся с тренером, тренер не очень. Пока мы занимаемся с тренером, мы не тейпируемся на дальнейшем. Может быть, будем рассматривать как вариант. Я молчу, и он молчит. Я говорю, он говорит. Что бы это означало? Переводчик мой, сортоперевод. А пока было здесь очень холодно. Были только заезды, начинались. Честно говоря, я принимала решение. И мы отменяли всякие процедуры. Ну, Яр, некрасиво. Мы отменяли процедуру. Мы не занимались. Мы отменяли процедуру, потому что здесь болели. Были бронхиты, сопли. И прийти сюда на эти нормальные ванны, заболеть. И потом никаких ничего. Мы этим не занимались. Сейчас вот уже потеплело. И так это как бы, ну, не каждый день я смотрю по погоде. Мы приходим. Здесь, в принципе, это тоже без проблем. В кассу идет оно дороже. Ты платишь наличкой. Заходишь и занимаешься. Сколько тебе надо, что тебе надо, то и делаешь. Просто я не вижу целесообразности в оплате через... Да, понятно. Но он нам не оплатил фонд. Короче говоря, у нас, конечно, есть группа в соцсетях. Но сбор там не настолько, он велик. И не настолько намного было, как бы, оплачено даже тем же самым фондом. Что вы понимаете, тратить эти деньги в оплату, двойную оплату через кассы. То есть даже элементарно, как бы, да, вот, то есть через кассу консультационный осмотр врача-ортопеда стоит 1600. По факту от 500 до 1000. Ну, как бы, так, чтобы было понятно, да. Как бы, я не знаю, может быть, конечно, я не права. Яра все теперь обиделся, закинула голову и будет загорать. Но мне кажется, чем я заплачу 1600 и выложу этот чек, что вот я была у невролога-ортопеда. Я все равно была, я снимаю видео, я показываю. У меня, плюс ко всему, это мой ребенок. Мне это надо самому. Я схожу три раза к нему. За эту же сумму. А иногда, если честно говоря, даже бесплатно. Он просто помогает, объясняет, подсказывает. Также остальные все процедуры. Так, ну все, мы бежим. Я так понимаю, что мой профессор мне не даст говорить. Ну, если есть какие-то вопросы по санаторийному лечению, курортно-санаторийному лечению. Кстати, сейчас также можно попасть сюда по ОМС. Кто в курсе, кто в теме, то есть как бы ты подаешь сюда заявку, пишешь свой диагноз, отправляешь и к ним на сайт. Они рассматривают твою заявку, тебе присылают добро или нет. И после этого ты собираешь документы, собираешь анализы, приезжаешь, две недели получаешь лечение. Бесплатно. Вот так. Ну все, всем пока-пока. Парень был из тех, кто просто любит жизнь. Любит праздник и громкий смех. Пыль, дорог и ветра свист. Он был везде. И всегда своим влюблял себя. Субтитры подогнал «Симон»